Трудно определить слово духовный, потому что это индивидуально. Критерий такой, который я бы предложил, и он, наверное, не единственный критерий, который я бы предложил, это такой район, где человек живет, и ему дает возможность и духовного роста, и комфорта, и каких-то других позитивных эмоций по отношению к другим районам. Понятно, что в любом городе районы разные, и понятно, что люди разные. И я даже не говорю о финансовой стороне дела, а тут вопроса даже не видно. Может быть, тот, кто спрашивал, автор, имеет в виду, действительно, какой район самый духовный вне рассмотрения конкретной жизни там, то есть снять квартиру или купить или что-то. Поэтому мне трудно ответить на такой вопрос. Я бы сказал, это критерий, это возможность развития человека, если человек живет один. Если он не один, то нужно учесть и другие факторы. Кто с ним живет, сколько, зачем и так далее. Первое, чтобы легче отнестись к этому и конструктивным быть, мне кажется, очень важно, это научиться принимать ситуацию, не требовать, не подгонять под себя только, не считать, что материальная сторона жизни очень определяет много. Но вот ты живешь в этом районе. Другой, более хороший, но это же нужно потратить много сил, энергии, всего, чтобы переехать. Зачем это нужно, стоит ли того. Понятно, что то, что я сейчас сказал, тоже не есть критерий. Потому что все индивидуально. Один человек готов год тратить на это, но потом он думает, что он будет там 5 лет или 10 лет жить. А другой видит, что зачем что-то делать, когда и так неплохо. Зачем менять? То есть нет на это вопрос, нет ответа никакого. И, значит, как я сказал, принять то, что есть, нужно научиться этому. Не встать в позиции требования к себе и к другим. Надо больше, надо еще больше, еще больше. Тоже неправильно. И вообще серьезно относиться к понятию духовности. Вы спросили, какой район Русалима самый духовный? Из этого же не следует, что ваше понятие духовности совпадает с моим. Почему я говорю о себе? Потому что мне же надо постараться дать вам ответ. А у меня свои критерии могут быть духовностью, у вас другие. Поэтому вопрос очень общий, очень неясный. Я просто хочу сказать, что Русалим – это город, не имеющий, конечно, никаких аналогов. И не равен никаким другим городам в мире. И говорить о нем, как о городе, вообще очень тяжело. Потому что это не географическая точка. Это космическая точка. И это настолько много в городе Русалим, что, как я говорил, это не имеет никакого сравнения с одним городом. Просто нет, срочно другая лига, как говорят, другой уровень. Можно сравнивать Лондон с Парижем. Кто-то хочет сравнивать Москву с Петербургом. Нет проблем, можно сравнивать, можно не сравнивать. Русалим ни с чем и ни с кем нельзя сравнивать. Ну вот на этом гимне, этому городу я и закончил. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok